Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio. За поддержку его выхода копеечки благодарю Валерия И. Если у вас тоже возникнет желание присоединиться, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании, и QR-код, на который можно просто навести камеру вашего телефона на экране. У Дмитрия Борисовича, он же Фео, снова не сложилась дружба с московской публикой, для которой он на днях выступал в столице с акустикой. Общение с аудиторией выглядело как-то вот так. Происходит что ли? Может быть не просто так это происходит именно в Москве, может не просто так. Но я не знаю почему спросил своих коллег. Это же публика, вы все вместе, вы пришли меня послушать или поорать? После выступления Дмитрий Борисович написал в соцсетях. Москва уже давно не удивляет быдлянством, или это только моя, наша публика. Но зато уверенно обижается на замечание и стёп свой адрес. Но тем не менее исторический трехчасовой, как и в Санкт-Петербурге, гик в трех отделениях состоялся на ура. Если что на фото авторской орфографии и пунктуации. Уже не в первый раз Дмитрий Борисович упрекает свою же публику за низкосортные музыкальные предпочтения. И называет свою же публику бухими придурками. Похоже это уже становится неотъемлемой частью шоу. Кто был на месте событий, напишите как всё прошло в реале. А Дмитрию Борисовичу желаем обретения дзена самим собой. И людьми, которые приходят поддержать его на концертах. Пойми, у меня в плеере ещё куча всякой хуеты, блядь, которую я знать не знаю. Поэтому я вообще не понимаю, мы о чём сейчас говорим. О том, какие вы пиздатые, или о том, какой я хуёвый. Ну что, что-нибудь споешь, кстати, а я послушаю. Очень хочется мне тебя послушать. А то ты такой, я хочу тебя послушать, а я тебя хочу. Может, споёшь что-нибудь? Ну так что-то не видно, что вы пришли меня послушать. Вы пришли побухать, попиздеть, блядь. Чьи далеко, в семи морях. Бьём пухи, мы дурком зон. Поём им песни. Всё может быть зон. Всё нечестно так, но зато... Но зато по-любому для артиста гораздо интереснее. И, кстати, во вторник мы ещё немного обсудили этот инцидент на стриме с чатиком. Интересное сообщение пишет Роман. Типа, что плохого в том, что Фео разносит публику? Он даёт эмоции. Оказывается, что у вас в голове, если не понимаете этого, посмотрите, в конце концов, Моргенштерн и как он посылает на своих фанатов. Ну, я не уверен, что Моргенштерн – это прям суперпример для подражания. То есть для меня лично он никогда не был примером для подражания. Он имеет право на существование в моём понимании, но не могу сказать, что я прям большой его поклонник и надо всем делать, как он. Я из своего посылу понимаю, что хорошего, что, типа, негативные эмоции – это тоже эмоции. Но в целом, вот представь человека какого-то, который рассуждает следующим образом. Типа, он увидел, что в его городе выступает любимый артист. Он такой, окей, я потрачу, не куплю себе, типа, завтраки, отложу денежку, приду, поддержу музыканта своего любимого, посмотрю на него, там, послушаю песни. Он приходит, а Фео там бурагодит и говорит, что ты говнарь, типа, у тебя в плейере, там, аматористигмата, я знаю, ты не шаришь ему зле вообще в нормальном. Вот, и вообще вы тут сургут какой-то, и вот это всё тебе высказывает. Кому-то, может, это нравится, что, типа, да, круто, Фео разъёбывает, но кто-то может и огорчиться, как бы, потому что он не для этого пришёл. Как показывают комментарии у многих, кто ходит на эти концерты, вот они обижаются. Ну да, но многие люди такие, сходили один-два раза, их нахуй послали оба раза, они такие, ну, больше не пойду, зачем мне это надо. Ну да, и пойду на аматори, там всё доброе. Ну, типа того, да, то есть вот такая точка зрения тоже есть, и она, я думаю, у многих. Я думаю, то, что мы говорим о том, что человек больше не пойдёт на психи, пойдёт на аматори, это, конечно... Да, это, наиболее, есть такой вопрос, что у него сердце заболит. Прилетит туда. Знаете, ты и сказала. Ну вот, что мне не хватало. Наверное, действительно, я готов поверить, что есть какие-то люди, которых это прикалывает. Они такие, да. Да нет, безусловно. Но мне кажется, это очень небольшой процент. Вот Дмитрий Вин, наверное, страшный вещь пишет, что у него в плеере и психи, и штык-нож, и сольники Фео, и Бейонсе. Короче, Фео, ну, тоже каверил, как бы, группу Муми Тролль, которая не самая трушная, прям, на мой взгляд. Так, обижаются на Фео лишь те, кто не понимает, что он делает, что надо делать специально, чтобы разбудить народ и вывести из ангиоза. Слушай, не знаю, вот реально не знаю. Мне кажется, что Фео, я так смотрю на это все, мне кажется, что он реально несчастный человек, и его бомбит, и он такой, на полном серьезе такой говорит, ну вот, что-то с Москвой не так, типа, почему там в других городах все нормально, в Москве вот так. А потом приезжает в Питер и говорит, блин, ну, что-то в Питере не так, типа, вот, почему, вот, хорошо, что мы не из Питера, что мы курганская группа, Питер какие-то, типа, публика. Потом приезжает там в третий какой-то город, и тоже такой, вот, вы какой-то Сургут, вот, вот, не знаю. Что-то мне кажется, что он искренне все это говорит, что это не какая-то отыгрыш с его стороны. И это печально, конечно. То есть, я понимаю, что он, ну, он наверняка сам находится просто в адовом стрессе из-за этого всего, вот, и психика его... Ну, не в стрессе, но в печали. Я думаю, что психика его страдает. То есть, он реально такой выступает и такой думает, вот, тут никому не интересно меня слушать, они что-то просто пришли побухать, поугарать. И вот у него реально такой ход мыслей. Ну, я считаю, что он неправ. То есть, нужно мыслить, что, типа, вот эти люди оторвали, типа, с своей, там, пятой точки, приехали поддержать, как бы, что дорогого стоит, и этому надо радоваться. А он как-то это не особо не ценит. Что вы об этом думаете, напишите в комментарии, интересно будет почитать. Ну и традиционная рубрика в поддержку нашей сцены, пока еще чуть менее известных, но интересных команд. Вернувшиеся после долгого умолчания в обновленном составе стильные ребята из питерской команды Massface выпустили сингл под названием Aftermath. Ребята не новички, играют уже с 13-го года, играют альтернативный рок-металл. Получается качественно, со вкусом и весьма приятненько для уха. И Aftermath это первый сингл с грядущего альбома, который парни готовят к выпуску. Ребята из группы My Theory, которые сами себя называют калмыцкой альтернативой из Москвы, выпустили неплохую пишку из четырех треков, она называется «Искра». Вообще в творчестве ребят можно услышать и альтернативу с речитативами, при этом мелодичность тоже присутствует, как и лиричность, как и эмоциональность. Я буду все с этим спиноком всего мира стоя, и все твои слова сегодня ничего не стоят. Мне не нужна сейчас ни твоя ложь, ни твоя вера. Презентовать новую эпишку My Theory будут 19 февраля в московском клубе «Китайский летчик Джао Да». «Искра» — это то, что есть в каждом из нас, и то, что может указать путь и завести так далеко от дома и от самого себя. То, что гаснет в муках, а даря огонь не обещает добра. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент клипа на трек с альбома 2005 года от все еще актуальных, классных ребят из Британии. Кто их узнал и в идеале смог вспомнить название трека, напишите их в комментарии. Туда же напишите, как вам сегодняшний выпуск и о ком вы хотели бы услышать в следующем. Я все комментарии читаю. Обнимаю. Кстати, знаете, куда я прямо сейчас выдвигаюсь? На квиз «Верни мне мой 2007». Если интересно, потом расскажу, как все прошло. До новых встреч и пока! Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok